13.07 в Кирове. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Без лишних предисловий представляю гостя нашей студии. Николай Барсуков. Первый секретарь комитета Кировского областного отделения политической партии, коммунистической партии, коммунистической партии, коммунисты России. Следующую фразу так осторожно произношу. Участник губернаторских выборов в Кировской области 10 сентября этого года. Добрый день, Николай. Добрый день. Давайте поясним нашим слушателям, почему еще кандидатам, полноценной фразой, кандидат в губернатор Кировской области вас нельзя представлять. Ну потому что пока меня выдвинула наша партия, поддержала наш центральный комитет, но еще не все собраны документы, мы еще не подали документы, плюс надо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи. Но мы рассчитываем на свои силы, надеемся, что это нам получится. Муниципальный фильтр, потому что вы не представлены в УЗС, да, нужно проходить именно, да, собирать подписи? Да. Когда, собственно, эта работа будет проведена и когда уже? Ну я надеюсь, что в ближайшее время, то есть как выйдет постановление на законодательное собрание, и тогда мы соберем все необходимые документы, подогнемся и уже будем собирать подписи. Ну просто старт избирательной кампании, он же уже не за горами, вот-вот уже в начале июня, да, в первой половине июня должно это произойти. По большому счету у нас сегодня такой разговор, интервью, знакомство с вами, потому что для многих было удивлением видеть вас, да, в качестве претендентов на губернаторские посты. Давайте познакомимся поподробнее, вы сегодня первый раз в нашей студии, да. Да, долгое время, уже 15 лет вы известны как руководитель областного штаба Кировского регионального отделения молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды». Все верно, 15 лет уже занимаетесь этой работой, расскажите об этом поподробнее. Практически, да, 15 лет, но вот последние два года я как раз более занялся активно политической деятельностью, а студенческие отряды я возглавляю с 2002 года, когда у нас собрался такой очень хороший коллектив, и мы смогли первых студентов, первых бойцов студенческих отрядов вывести на объекты Кировской области. Но сейчас трудиться в этом качестве вы продолжаете, да? Нет, я уже не являюсь накомандиром, не председателем правления Кировского регионального отделения, я просто член правления Кировского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Вы расскажите поподробнее, что это за организация? Многие, я думаю, что не знают, о чем занимаются студотряды, в чем заключается суть их деятельности. Студенческие отряды, это, я считаю, наверное, одно из самых таких интересных, одно из самых направлений интересных деятельностей молодежи в советские годы, которая родилась именно не по указанию сверху, там, там, из ЦК было сказано, давайте-ка отправим студентов в Целину. То есть это как раз пошло снизу, ребята объединились, первый отряд был в МГУ, поехал именно в Казахстан, на Целину, там они отработали, выполнили объемы работ, и именно вот этот порыв молодежный, студенческий, он и дал вот этому нашему движению такое широкое развитие. То есть это, в общем-то, наследие СССР, да? Временно? Да, 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 да. Единственное, что вот в 90-х годах практически повсеместно по всей стране студенческие отряды прекратили свою работу, свою деятельность, но даже в рыночных условиях возникла необходимость, и студенческие отряды практически, не практически, а по всей стране возродились, было создано, были созданы российские студенческие отряды, всероссийская организация, и вот в каждом регионе, вот мы ведем свою историю с 2002 года, российские студенческие отряды объединились в четвертом, То есть мы два года существовали еще в рамках отдельной региональной молодежной организации. Сколько у нас вообще человек задействовано в области в этих студенческих отрядах? Пики были разные, то есть доходило и до нескольких, ну, до полутора тысяч человек. Сейчас у нас где-то порядка 800, но та идея, которая сейчас в отрядах, я считаю, что мы все-таки, нам удалось ее за эти годы возродить. А что за идея? Идея отрядности, понимаете, как бы студенты едут не просто, деньги заработать, не просто выехать куда-то в летний период, а они живут, это идея именно отрядности. То есть ребята приходят в отряд сначала, а потом уже, так сказать, определяются, в какое направление поедут. То есть не занимаются каком-то там вузы формированием, просто вот людей собрали и какой-то коллектив выпустили. А сами отряды, которые у нас круглогодичные, постоянно действующие, они набирают себе замену. То есть кто-то уходит, мы сейчас представляем, что студенты это только пять лет, то есть заканчивают вуз, уходят, а на их место уже сам отряд, то есть вот этот коллектив, который сложившийся, он подбирает. Потому что мы с этим столкнулись. В других регионах у нас есть вот единственный регион, это Екатеринбург, Свердловская область, там студенческие отряды не прекращали свою деятельность ни один год. И там вот есть отряды, приезжаешь просто на слет Знаменка, он уже более 35 лет проходит. Как раз на Урале, да? Да, на Урале в Екатеринбурге. И когда там есть отряды, которым по 30, по 40 лет. Вот я сам лично видел картину, когда идет такой, ну, можно сказать, дедушка уже с бородой. Рядом с ним, ну, старенький, рядом с ним женщина и девушка. И у всех на Целинке, Целинка это наша куртка стройорядовская, название одного отряда. То есть вот они с 30 лет были, преемственность, даже преемственность не на уровне, просто там студентов одного вуза, а именно преемственность даже в одной семье. То есть вот такие моменты есть. Вот недавно было сообщение как раз о том, что наши студенты поучаствуют в строительстве Керченского моста. Это ваша тема? Ну, мы участвовали и в строительстве на Ямале Харасовой и Баваненкова. Мы участвовали студенческие отряды Сочи строительства, участвовали Космонром Восточный. Так что наши студенческие отряды, и Кировские в том числе, в первую очередь, стараются быть везде, так сказать, самых интересных и ответственных. Этим летом? Этим летом куда студенты наши отправятся? Этим летом? Ну, как всегда у нас очень крупное направление. Это проводники железнодорожных вагонов поедут по всей стране. Направление педагогические отряды. Это и в первую очередь, конечно, будут закрываться наши кировские лагеря. Строительное направление, вот оно, конечно, у нас сейчас не на таком высоком уровне развития. То есть отряды поедут в разные, то есть у нас всего несколько отрядов сохранилось. Но я думаю, что это как бы не стоит на это смотреть, потому что мы работаем в этом направлении. И, например, как вот у нас в восьмом, в седьмом году по острову Ямал ездил до 500 студентов. Я думаю, что мы все равно вернемся к этому направлению. И в том числе и отстраиванию нашей области, то есть чтобы ребята, наши студенты работали в нашей кировской области. Я так понимаю, это перспективная, в общем-то, да, сфера деятельности, она поддерживается и снизу, и с желанием самих ребят, да, участвовать в этих поездках. Да, да. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что я беседуюсь с Николаем Барсуковым, первым секторем комитета Кировского областного отделения политической партии, Коммунистической партии Коммунистской России, дальше будут просто называть, просто региональное отделение Коммунистов России, да, позволите. Ну и в ближайшем будущем должно быть принято решение о том, чтобы Николай официально был оформлен кандидат к губернатору Кировской области. Небольшая пауза, скоро продолжим. Николай Барсуков, первый секретарь Кировского отделения партии Коммунистов России, именно с ним мы сегодня беседуем. Напомню, простите, вернее, может быть, впервые озвучил ваш возраст, вам без малого 42 года, да, смотрел вашу биографию. Вы одногодок бывшего губернатора Кировской области, да, 75-го года рождения, и вы с ним близнецы еще вдобавок. Да. День рождения у вас сколько? Давайте сейчас перейдем к вашей партийной деятельности. Итак, коммунисты России, как вы пришли? Ну, в политику, именно к коммунистам России принкнули. Ну, чтобы так конкретно взял, принкнул к коммунистам России, я, наверное, так не скажу. Почему? Потому что еще до своей общественной деятельности я как раз и занимался политикой, то есть студенчество, и мы как раз создавали Союз коммунистической молодежи, я вступил в КПРФ. Вот как раз в 98-м году мы познакомились, когда был один из наших таких хороших, интересных проектов, это проект «Гитпоезд», когда мы ездили по районам Кировской области с показом концертов, встреча с ветеранами, выставка молодых художников. То есть у нас вот достаточно такая была интересная программа, и вот к нам приехал молодой человек из Москвы, был представителем как раз, тогда еще центрального комитета не было, но как раз зачатка центрального комитета Союз коммунистической молодежи, который посмотрел, с которым мы пообщались, и достаточно как бы после этого плодотворно мы с ним часто общались именно с точки зрения того, что я был с нашей организацией по ОРК-работе, он был в ЦК по ОРК-работе заместителем руководителя, поэтому сами понимаете, что приходилось общаться по каждому вопросу, по каждому, так сказать, звонить именно с ним напрямую общаться. Он у нас побывал в Агитпоезде, а потом в 98-м году в Агитпоезде у нас как раз произошел первый семинар, на который собрались представители более чем 30 регионов, и было принято решение по созданию Союза коммунистической молодежи, так сказать, молодежной организации КПРФ на тот момент. — Областное именно? — Федеральное. — Федеральное, то есть всероссийское. И вот все сейчас вспомнили о том, что как раз именно в Кирове это было практически одно из таких первых мероприятий, на котором было принято решение о создании комсомола. И как раз вот руководители данной организации, то есть это был Константин Ракавич Жуков, Максим Александрович Сурайкин, Руслан Романович Хугаев, то есть это были практически руководства комсомола, которые сейчас являются руководством нашей партии. То есть это не... — Коммунистов России. — Коммунистов России, да. То есть это не создано с нуля, с чистого листа, как вот сейчас многие говорят, там какая-то партия спойлер и так далее. То есть у нас партия как раз является именно те, кто ушли по многим своим убеждениям и несогласиям с деятельностью КПРФ, в том числе ведь у нас и Максим Александрович, и Константин Ракадьевич, и там многие другие, Шабанов, Московцев и так далее, вышли из КПРФ и попытались создать ВКПБ, Всероссийскую партию будущего, которой не удалось им зарегистрировать. — ВКПБ. — Да, это было в 2004 году, и она так потихоньку пошла на спад, но вот в году, наверное, там в седьмом-восьмом, так сказать, объединились вот те усилия были, которые Союз экономической молодежи плюс те, кто вышли из КПРФ, и попытались создать партию, но когда я первый раз слушал, что будет такая возможность создать партию, что мы движемся... — А вы состояли из КПРФ-то, да, все-таки? — КПРФ я состоял, да, да, я тоже вышел из КПРФ, тоже по тем же убеждениям, потому что, ну, партию надо менять, и эта партия не одного человека должна быть, это именно коммунистическая партия должна быть партией, и молодежью в первую очередь не должны заниматься. — То есть вы, получается, так физически выросли просто, да, из комсомола, и создали свое движение, коммунисты России. — Да. — Сейчас мы плавно как раз подошли, давайте все-таки обозначим принципиальное отличие между существующей партией КПРФ и коммунистами России. — Ну, в первую очередь, конечно, у нас партия Ленинская, и... — Что значит Ленинская партия? — Ну, что значит Ленинская? Ну, партия не одного человека, то есть у нас партия именно... Самой главной задачей ставит именно взять власть и построить социалистическое, а потом не коммунистическое общество. То есть мы это не говорим, хотя нам говорят, что вот вы там говорите какие-то узунки непонятные, но это наша задача, нашей партии, которую мы ставим, а не построение там какого-то там будущего с каким-то непонятным уклоном и непонятным лицом. То есть мы говорим о том, что мы партия коммунистическая, и мы партия, занимаемся именно направлением в этой деятельности. — И поэтому... — То есть основа, созданная Владимиром Ильичом, она является для вас вот всем? — Да. — Да, получается? — Вот его идеи, его мысли, его взгляды в будущее, а будущее, вот как раз на этом вы и стоите. — Поэтому у нас много в партии тех, кто именно тот же там Шабанов, например, он писал программу ЭКПР, то есть он в нашей партии. То есть у нас можно посмотреть, просто зайти на сайт и посмотреть там все, кто у нас входит, не все, но все, кто ходит в ЦК, те, кто у нас являются в президиуме ЦК, то есть заместители руководителя. То есть это не люди, которых вот взяли, просто собрали там неизвестно откуда, а именно те, которые принципиально являются коммунистическими убеждениями и принципиально не согласны были работать дальше в КПРФ. — Потому что я тоже вступал в одну партию, вышел, я уже сделал. — Ну, с КПРФ у вас одна структура, это получается, да? То есть центральное руководство, центральный комитет. — Или наименование вы имеете? — А, наименование, да. — Наименование, а, в принципе, оно и было… — То есть это вы не стали менять? — Смысл создавать что-то новое, придумывать, потому что это было создано еще и, так сказать, и в РСДРП, и в КПБ, то есть существовали эти же названия, то есть нам смысл придумать новое и потом о чем-то доказывать, что посмотрите, мы там другие, потому что у нас название другое. Нет, у нас название такое же, но сами по себе мы другие. — Как долго вы уже руководите? — Я руководил рекотделением, так уж будем выражаться. — Три года. — Три года уже, да? — Что за это время сделано? — Каким образом вы строите свою работу? Сколько вообще человек в региональном отделении? — Мы… У нас не такое большое количество именно принятых в партию, у нас очень много сторонников, потому что мы развиваем институцию. — А чем отличается член и сторонник у вас? — Член партии, тот, кто получил партийный билет, выполняет устав, выполняет нормы, платит взносы, то есть он является именно штыком партии. А сторонник, который нас поддерживает, который ходит в наши мероприятия, участвует в наших мероприятиях, это является сторонник нашей партии с перспективой вступления в нашу партию. — Сколько вы… — Ну, у нас где-то порядка… около ста человек — это членов партии и сторонников, ну, побольше немножко. — Это только областные центры или районы? — Нет, это вся область. — В районах вы тоже представлены, да? — Да. — Какая работа проводится? Что организуете? С кем общаетесь в рамках партийной работы? — В рамках партийной работы встречаемся с людьми, проводим всевозможные мероприятия, пикеты, митинги. И вот недавно, буквально, ну, как сказать, недавно, уже практически полтора месяца назад, к дню рождения Ленина готовили концерт, Владимир Владимирович и Ленина готовили концерт в ДК 1 мая, проводили его встречи постоянно. То есть у нас достаточно часто бывает и руководство нашей партии, не только Максим Александрович, там и… — Сурайкин. — Только Сурайкин, да, но и Маленкович и многие другие. То есть у нас стараются сейчас, так как у нас все-таки партия молодая, в среднем возрасте членов нашей партии порядка сорока лет, поэтому стараемся приглашать и как можно больше показывать, общаться. — Стройотрядовцев много? — Стройотрядовцев, честно скажем, не встаем, бывших много. Ну, бывших стройотрядовцев тоже не бывает, то есть если человек пришел в стройотряды, то он всегда в стройотрядах. А те, кто был именно вот молодые, да, немало и идут очень активно. Но мы не стараемся, чтобы там все стройотряда загнать, конечно, нет такой даже задачи. Потому что человек должен прийти в партию именно осознанно, он должен представлять, что это является партией, это его выбор. И он должен работать именно на построении партии энергии. — Но вы заинтересованы в том, чтобы ряды-то ширились? — Конечно. — В партии, да? — Да, конечно. — То есть такая агитация, она проводится? — Конечно, проводится. И задача стоит и центральным комитетом, и сами мы, конечно, представляем, что надо расширять ряды. И, конечно, в первую очередь ставку делать на молодежь. Потому что без молодежи нет развития и без молодежи нет будущего. Это я сам занимаюсь молодежью много лет и начинал с молодежных организаций. Это я представляю, что все-таки. И у нас зарегистрировано ведь сейчас самое интересное ВЛКСМ, Всероссийский экономический союз с молодежными. — Это тоже ваше? — Это тоже наше подразделение? — Ваше детище подразделение. И наше детище, наше подразделение, и наш комсомол в Кировской области. Мы тоже региональное отделение зарегистрировали, практически уже документы скоро получим. Поэтому будем очень активно развивать именно молодежное направление. — Не так давно мы во второй части дневного разворота говорили о ближайших выборах, в том числе в Кировскую городскую думу и других муниципальных выборов. Кандидаты будут от коммунистов? — Конечно, будут обязательно. И в городскую думу список сделаем, и в муниципальные выборы пойдем. Ну вот я тоже являюсь депутатом Юрианской районной думы. В прошлом году у нас в Кировской области два депутата. Как раз мы прошли в Юрианском районе в районной думе. — У вас мало новых тельняшках? — Ну, для начала я считаю, что получить 3,5% на выборы в законодательное собрание и два мандата, ну пусть немного, но это уже все равно даже и в Кировской области мы доказали, что мы являемся пятой партией страны. — Хорошо. Я напомню, что Максим Сурайкин, лидер, собственно, коммунистов России, приезжал в середине мая, и во время его приезда как раз-таки представление у вас, вас, кандидата, состоялось, он отзывался очень лестно о вашей работе. Вот на этой встрече было как раз-таки заявлено о том, что есть у партии хорошая федеральная программа «10 сталинских ударов». Вот давайте к ней перейдем сейчас, да? То есть это та программа, с которой вы поедете на выборы. Правильно я понимаю? — Это программа, с которой наша партия шла на выборы в Государственную Думу. — Государственную Думу. — В 16-м году. — Да, в 16-м году. А именно, немножко переработанная под наш регион, мы ее сейчас дорабатываем. Хотя вот уже по ней, вы, наверное, тоже уже видели, что много вопросов задается, почему мы именно, там, первый пункт у нас был по минимальному размеру оплаты труда и так далее. — Ну давайте, я думаю, что многие слушатели не в курсе. Давайте сейчас вот проговорим, хотя бы так вот не слишком длинно. — Почему «сталинские», кстати? Потому что КПРФ в области у нас тоже активно, собственно, используют фамилию «Сталин». Есть там, господи, как это называется, «Сталинский комитет» или что-то в этом. — Да, да, да. — Да. — И так «Сталин», почему? — Ну, потому что у нас партия Ленина и Сталина, и потому что «Сталин», я считаю, что это был один из самых великих у нас руководителей в стране. И поэтому как раз его программа направлена на развитие нашей страны. То есть мы победили Германию, фашизм в мире. Через буквально 15 лет мы уже полетели в космос. То есть этого невозможно было сделать, тем более в нынешней ситуации в стране. Чем дальше, тем мы видим, что меньше летаем в космос. В тот момент мы смогли так развиться, и государство развивалось очень активно. Хотя тоже вопрос неоднозначный. Кто-то там рассказывал о том, что были репрессии и прочее. У меня дед сам был репрессирован, работал на урановых родниках. — Ну, можно сейчас скажу фразу, которая мне понравится многим, но, наверное, любого яркого правителя можно оценивать и стоить с другой стороны, да? — Итак, что это за шаги, что это за удары как раз-таки в нашей региональной специфике? — Ну, в нашей региональной специфике, я думаю, что мы можем поговорить немножко попозже. Я имею в виду, что если пригласите в следующий раз, я вам поконкретно… — Ну, хотя бы какие-то основные моменты. — Ну, основные. То, что в наших силах, например, в нашей области, это, конечно, в первую очередь увеличение минимального размера плата труда. То есть вопрос задавали и писали во многих СМИ, то, что обсуждали, что это не наша необластная, так сказать, возможность… — Прерогатива. — Прерогатива. Но мы это можем по документам, какая у нас есть возможность в области, мы это можем сделать, мы можем в области увеличить именно… — В отдельной взятой области? — В отдельной взятой области. — Да, есть нормативная база, и мы активно это прорабатываем, таким образом это сделать, то есть в течение от 5 до 8 лет увеличить именно минимальный размер оплаты труда, подвести его к прожиточному минимуму, не прожиточному минимуму, именно который мы так считаем, вот эти вот 5-6 тысяч. — Подождите, сейчас прожиточный минимум на уровне 10 тысяч. — То есть немножко, да, здесь спутался, да. — Хотя я тоже могу ошибаться. — Да. — Постоянно я вижу эти цифры, она постоянно не вылетает из головы. — Ну, минимальный, рот сейчас у нас 7500 рублей. — Мы считаем, что сейчас для нашей области минимальный размер оплаты труда должен быть 19 тысяч рублей. — Почему? — Вот именно сейчас, в 2017 году. — Да, именно сейчас. Ну, конечно, сейчас сразу резко к нему перейти будет невозможно, но вот с помощью, так сказать, то, что мы просмотрели, просчитали, по крайней мере, от 5 до 8 лет мы можем дойти до данного прожиточного минимума. Почему? Потому что мы всегда считаем, что человек должен зарабатывать деньги, которые он должен получать адекватную заработную оплату, в первую очередь. А ведь всегда считают почему-то его как одного индивидуума. Он живет в семье, то есть у него есть дети, у него есть супруга. И поэтому надо все равно считать, что человек должен зарабатывать деньги не на конкретного одного индивидуума, а именно на семью. Поэтому сейчас вот средняя цифра порядка, если семья из четырех человек, это порядка 38 тысяч рублей необходимо, чтобы нормально жить. Это и всеми нормами, и международного права регламентироваться, и так далее. Поэтому на одного человека средняя заработная оплата, минимальный размер оплаты туда должен составлять 19 тысяч. — А почему действующая власть утаивает такую возможность реализации на областном уровне? — Ну, я не думаю, что утаивает, но, я думаю, не используется. — Все возможные, так сказать, ресурсы. Но вот у нас такая есть, по крайней мере, мысль, чтобы попытаться это сделать. — Кстати, минимальный размер оплаты труда 19 тысяч, но это не означает, что фактически такая зарплата может быть, да? То есть в реальности человек может и больше получать. — Конечно, конечно. — Но не меньше. — Но не меньше этой цифры. Хорошо. Давайте сейчас перейдемся, реклама у нас скоро продолжена. Николай Барсуков сегодня гость в нашей студии, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России», «Коммунисты России». Мы продолжаем нашу беседу. Наши слушатели, вы, кстати, тоже можете подключаться с помощью специальной формы на сайте «ахкирова.ру». Есть один вопрос от Ярослава. Но это не вопрос, скорее, а упрек. Снова тут звучит слово «спойлер коммунисты России», что вы отвлекаете голоса, и как ваши предки настоящие коммунисты к этому бы отнеслись? Я понимаю прекрасно, что вы далеко не первый раз слушаете такие претензии с вами. Конечно, не первый раз. — Как вы к этому относитесь? И как, собственно, отбиваетесь от этих упреков? — Да я считаю, что акцентироваться на этом нет смысла. Почему? Потому что, в принципе, если официально существует наша партия, то есть мы партию пять лет назад зарегистрировали только, и за пять лет мы уже получили много мандатов по всей стране, и вот на последних выборах в Государственную Думу мы заняли пятое место. Поэтому просто партия «спойлер» не может так действовать. То же самое и в Кировской области мы 3,5% получили в прошлом году в законодательном собрании, точно так же подтвердив, что мы являемся пятой партией в стране, и именно новая партия. Потому что с многими людьми разговариваешь, даже с бывшими членами обкома КПРФ и так далее, многие поддерживают, говорят, что ребята, давайте действуйте, потому что надо менять ситуацию в стране. И мы все-таки новая партия, я считаю, что у нас есть хорошие, большие перспективы. Поэтому, да, в принципе, как говорят, можно назвать и горшком, главное, в печку не стоит. — Давайте дальше пройдемся по программным моментам, да, коммунистов России. На выборах в нашем регионе, так, про минимальный размер оплаты труда. Сказали, какие еще присутствуют моменты к изменению планирующимся? — Ну, к изменению планирующимся… — Просто на той самой встрече, где Вас представлял Максим Сурайкин, там ведь серьезные вещи-то прозвучали, и про зарплаты, и про налаживание деятельности региона… — Нет, конечно, все это будет. Просто, как я Вам уже сказал, программу мы сейчас утвердим, ведь она у нас еще не утверждена, и тогда мы можем с Вами поконкретнее по ней думать. Потому что сейчас просто это в большинстве своем тезисе, и мы на нашем обкоме утвердим, и тогда я готов буду с Вами этот вопрос обсудить. — Хорошо, давайте тогда перейдем к Вашим оценкам жизни города и области. Вот конкретный пример, как раз-таки новость, появившаяся буквально недавно. Депутаты Кировской городской думы сегодня все-таки приняли решение о том, чтобы в Кирове был установлен памятник Дзержинскому. — Ну, я… — Дзержинский. — Положительно. — Положительно. — Да, конечно, поддерживающий. — Поддерживаю положительно, потому что это при всех вариантах был гениальный человек, который смог создать, хоть как вот мы уже сегодня обсуждали и Сталина, но это была создана именно система, была создана органы, поддержка органов власти, именно там, ВЧК и так далее. Потому что, если рассматривать в дальнейшем, как жило наше государство, то все равно постоянно продолжались какие-то нападки, продолжались работы иностранных спецслужб, а именно создание вот именно системы, которая могла бы контролировать ситуацию в стране. Это сделал многое, что… — В общем, поддерживает службу памятника. Ну, раз вот депутаты сегодня приняли это решение, то, видимо, до начала сентября этот памятник должен быть уже оборудован, поставлен во дворе, напомню, городского клуба ветеранов на линии 97. Работа городских властей, как вы ее оцениваете? — Главой города, главой администрации городской. Вы прекрасно знаете, какие проблемы у нас на протяжении последнего времени волнуют благоустройство, дороги. многие называют покойки городских чиновников привести в порядок такие смешными и безрезультативными. Собственно, вы что думаете, по этому поводу? — Я думаю, что… — Власть надо менять в городе? — Конечно. — Так поставлю вопрос. — Если так ставить. — Потому что говорить о том, что тут плохо, тут доделали, тут не доделали. Это каждый момент надо расценивать по-своему, да. А с точки зрения, конечно, власть надо в городе менять, надо… точно так же будем идти… — Это мы сейчас не призываем. Давайте поясним кардинальному устройству. — Мы обязательно пойдем, будем участвовать в выборах в городскую думу. Надеюсь, что с нашей командой, которая у нас уже подбирается не первый год, мы получим большинство. — Большинство? — Ну, так сразу претендуете. — А если претендовать только на один кусочек, на одного, так сказать, депутата, что наш один депутат сможет сделать? Ничего. Наша основная задача, конечно же, это пройти и получить большинство в городской думе. И тогда вопросы города мы уже будем решать именно со стороны, именно нашей партии. — Отношение к партии «Единая Россия»? — Ну… — Позиция партийная? — Партийная партия, конечно, надо менять… — Не «Единую Россию»? — Ну, «Единая Россия» — это… — Ну, «Единая Россия» — это… — Сменить название или кого менять? — Ну, конечно, в первую очередь надо нам побеждать на выборах и заменять саму ситуацию в стране. Почему? Потому что мы строим… пришли строить советское коммунистическое общество, а не буржуазное, капиталистическое, которое сейчас у нас строится. И какими-то кардинальными методами можно только изменить данную ситуацию. Потому что, ну, получив там, как я уже говорил, несколько постов и несколько мандатов, хоть даже в Государственной Думе ситуацию кардинальную не изменить. Поэтому нужно менять вектор именно направленности страны в целом. Для этого необходимо точно так же везде идти на всех уровнях, показывать, что мы добиваемся результатов. Ну, и будем, так сказать, и для города у нас заготовим кое-какие интересные моменты, решив которые мы докажем, что наши партии… — Ну, вот сейчас так, на скидку, какие моменты это будут? — Пока на скидку. — На благоустройство точно, да? — На благоустройство, конечно, будет. — Конечно, и облик города важен для вас все-таки. — Конечно. И мы, когда в своей деятельности студенческих отрядов, мы постоянно участвовали и помогали в благоустройстве города, помогали, выходили на субботники. Ну, и сейчас студенческие отряды выходят на субботники. Я имею в виду, что я уже в рамках своей деятельности этим занимался. И я думаю, что мы продолжим и общественные организации развивать, и это я так вот на скидку вам то, что необходимо. Ну, и, конечно, принимать законы в рамках города и области на поддержку и социально ориентированных организаций и поддержку и ветеранов. Ну, тот же самый закон, там, о детях. — О детях войны. — Да. То есть полностью бы я поддержал, и надо его… — Ну, он принят, конечно, в таком усеченном варианте. Конечно, его надо принимать. — Собственно, да, вы считаете, что я все-таки усеченный, да? — Конечно. — Конечно. — Меры поддержки, помощи, которые там озвучиваются, они достаточно. — Ну, это… я считаю, что это, ну, не шаг, а такой полушаг, наверное. То есть, по идее, они должны поддержаны быть не просто там какими-то, там, возможностями получить без очереди в больницу возможность. Ну, это, я считаю, что это просто утрированные шаги. Конечно, надо поддерживать и деньгами, и социальными и льготами, и так далее. — А вот смотрите, ведь мы привыкли уже к тому, что на протяжении многих лет, на протяжении многих избирательных кампаний, каждая партия уделяет внимание социально незащищенным слоям населения, и каждая что-то вот. Примерно риторика-то одна и та же. Что вас отличает? Или что будет отличать? — Ну, будет отличать тем, что риторика наша будет не расходиться с делом. — Будете не только обещать, но и делать? — Да, конечно. Конечно. Будем заниматься в первую очередь, потому что я всегда считаю, что человек отличает, что если он что-то пообещал, что-то сказал, то он должен сделать, а не просто говорить немного хорошего и потом забыть про это дело. — Давайте на региональный уровень тогда перейдем. Новая команда правительства региона на протяжении уже десяти месяцев наводит элементарный порядок. Звучит часто это словосочетание. Вам понятно, что такое наведение элементарного порядка? Вы видите, что это наведение происходит? — Как-то тоже не совсем понятно, конечно, с точки зрения наведения в какую сторону, как это все наводится. Я считаю, что, конечно, это не так прошло много времени, но, с другой стороны, мы бы, наверное, сделали по-другому. — Из принятых в последнее время законодательных инициатив областного ЗАГС собрания что-то можете покритиковать, можете похвалить вообще, как оценивать работу областных парламентариев? — Или то, что, собственно, там Единая Россия занимает большинство? — Там практически нереально что-то либо поменять, потому что, ну, Вы правильно сказали, что большинство Единая Россия и какие-то большие социальные шаги сделать сложно. — В ближайшее время чего ожидать от коммунистов в России? Я имею в виду, будете ли Вы громко заявлять себе, какие мероприятия будут возможны применяться уже в рамках избирательной кампании? — Конечно. Тем более у нас этот год юбилейный. — Пять лет? — А, сто лет юбилейный. — Сто лет, да, конечно. Ну, пять лет нашей пакеты, я считаю, что это маленький юбилей, а вот именно столетие Великой Октябрьской социалистической революции — это, конечно, грандиозное событие. — Идеи тоже какие-то будут посвящены мероприятиям? — Мы, конечно, будем проводить постоянные мероприятия, и выборы этим не закончатся, то есть, конечно же, в канун самого праздника будем участвовать в всемирном слете молодежи и студенчества, будем проводить свои громкие мероприятия в рамках страны, в рамках области. Так что тут очень грандиозная программа, если кому интересно, точно так же могу адресовать к нашему сайту «Умнисты России», там есть как раз и план нашей деятельности российский. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы и наши выложим областные. — Ваши взаимоотношения с другими политическими партиями, представленными парламентскими партиями, они в какой стадии находятся? — Ваши взаимоотношения с жесткой конфронтацией, не знаю, такого паритета, стараетесь держаться особнячком или… — Ну, в первую очередь, конечно, если рассматриваете парламентские партии, то, конечно, это наши конкуренты, в первую очередь, которых мы надеемся, что будем побеждать в конкурентной борьбе. те партии, которые были созданы 70 или сколько там дополнительно. То есть, ну, мы уже доказали, что, ну, немножко, уже где-то повыше. — Угу. — Я так считаю, по крайней мере. — Угу. Ну, еще один прямой вопрос. На губернаторских выборах 10 сентября сколько процентов хотите заработать, получить избирательно? — Больше 50. — Больше 50. — Больше половины. Вот такую уверенность мы сегодня услышали от Николая Барсукова, руководителя Кировского отделения политической партии «Коммунисты России». Мы, безусловно, еще будем встречаться в ближайшее время. наступает такая активная, горячая политическая пора, и будет интересно послушать предложения, в том числе и ваши. Спасибо. — Спасибо вам, что пригласили. — До свидания. — До свидания.